Как не строить ожидания? Мне кажется, ожидание – это очень опасная история в нашей жизни, потому что ожидание равно разочарование. Потому что когда мы чего-то ожидаем, чаще всего мы этого не получаем. Не получаем, наверное, по причине своего сильного желания, такое создание какого-то сверхобраза. И когда мы разочаровываемся, мы думаем, зачем я вообще этого ожидала. Вот лучше бы это было приятным сюрпризом в моей жизни, лучше бы это просто произошло. Вот когда, например, просыпаешься утром и не ждешь на свой день рождения, что тебя будут поздравлять или что сейчас будет какая-то магия, и тут опа, тебе заходят, несут тортик, цветы, классно. А если не заходят, ну ты думаешь, ну я же этого не ждала, ну и что разочаровываться там, огорчаться, нет. И иногда я замечаю, что люди, у которых очень много ожиданий, они уже на самом деле программируют себя на разочарование. Они все время говорят о том, что я так ждала, что так будет, но так вот ожидал, хотел, почему ты этого не сделал? Ты говоришь, ну я же даже не знала, что ты этого ждала. У меня были другие планы какие-то, у меня были другие мысли. И, как правило, вот это разочарование мы наваливаем на другого человека. То есть мы ждем, что кто-то другой или кто-то другие, или мир в целом будут вести себя как-то иначе. И, собственно, с нами происходит неизбежное разочарование. Поэтому, как по мне, лучше ничего не ожидать. Важно уметь находиться в моменте, создавать его, и быть сконцентрированным на том, что ты делаешь. Что, и с другими словами, управлять тем, чем ты можешь управлять. И перестать пытаться управлять тем, что они в твоих силах. Поведение других людей, настроение, состояние. Ну, смысл в этом. Это вот как сейчас махнуть рукой и сказать, блин, зачем ты сигналишь, там ветер дует, все, я разочарована. Я так хотела снять этот красивый кадр. Я приехала, стою тут. Вот, и все, ничего не получилось, и свет не такой. Но можно просто принять, что, ну, как классно, что все это происходит, и мир вокруг тебя живой. Ведь если, например, на секунду представить, что весь мир замолчал, это же адища. Это уже значит, что все, тебя, скорее всего, нет. Ты куда-то там по белому коридору идешь. Поэтому, мне кажется, что, я уже не помню, о чем я начинала говорить, но могу сказать, что жизнь прекрасна в моменте. И мы можем управлять только этим моментом, создавать его. Но есть ведь секрет. Создавая этот момент таким, мы настраиваемся на определенную энергию, которая помогает нам и следующий момент делать как минимум в таком же ключе, позитивным или негативным. Поэтому ключевое, что необходимо делать, это, как говорится, не очаровывайся, дабы не разочаровываться, не ожидай чего-то, а просто радуйся тому, что происходит сейчас. Задавай себе вопросы, осмысляй это. Кайфуй. Жизнь ведь это удовольствие. И в рерайтере я все время концентрирую внимание на том, что не стоит удовлетворять желания других людей. Стоит просто начать получать удовольствие и благодарить тех, кто тебя окружает за то, что они есть. Ну, если они не хотят быть, у каждого из нас есть право выбора. Создавать свою жизнь или давать возможность это делать кому-то другому. Выбирайте.